Девушки отдыхают Я предпочитаю Дюма Я вас понимаю Я сразу говорил, что этот Лорер Самозванец Вот, посмотрите Это же он Месье воришка Берегите карманы, господа Месье Лорер У меня есть вчерашняя газета Не вы ли ее написали? Куда же вы? Мы хотим взять у вас автограф Уважаемый господин Седер Это как наваждение Я не понимаю, что происходит Как мне дальше жить? Уверяю вас, автор романа я И только я Господин Надо расстроен этой ситуацией Но я уверен, все разрешится наилучшим образом Делаю для вас все возможное Ваш С Господин Лорер Да Вам повестка в суд Субтитры сделал DimaTorzok 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 Маня, тихо, тихо, господи, смотришь, напугал, я тебя не пью, я тебя сразу узнал, по фактуре. Ты-то что тут делаешь? Мне Катюха позвонил, попросил приехать, я машину на улице оставил. А, ну раз приехал, на, помогай. Нет, ты этого, гаденыша вот этого, вот видел? Какого? Какого? А, тут у Катики не двор, а след Шумахеров какой-то. Маня! Коль, Мань, давай-ка ты звони, у меня руки заняты. Ага. Чего? Катюша! А чё, дверь открыта? Эй! Кать, это вы! Чего у тебя дверь-то нараспашку? Простите, пожалуйста, вы не подскажете корпус два? Ну, это уж слишком. Тебя никто не спрашивает. Надо алкоголем каким-нибудь. Катюша, лежи, я тебе говорю. Саня, я пошла за водой. Давай. Лежи! Сейчас я тебе шампанского налью, горло прочистю. Саня, меня что, хотели убить? Глупости. Ну, кому ты нужна? Ворюга какой-нибудь. Здравствуй. Вы доктор? Проходите, мы вас ждем. Я же сказала, не надо никого вызывать. Анна Иосифовна не переживет, если узнает. Так ты же пей, пей, говорю, я тебе. Пей. Зачем это? Затем. Саша, напои ее. Чего мы стоим? Давайте раздевайтесь. Проходите. За папу, за дедушку, через не хочу. Ну, давай. Ну, давай. Давайте проходите. Давай, давай, давай. Помогу я. О, здрасте вам. Здрасте. Саша, иди отсюда со своим шампанским. Вы зачем? Кто вас? Меня никто, я просто пришел поговорить. Я же просила никого не вызывать. Слушай, я что кого-то вызывал? Он сам сюда вперся. На, попей. Простите, я просто не знал, что вы больны. Она не больна. Ее только что душили. Попей, я тебе говорю, легче будет. Вы кто? А я Шангирей. Кто? Шангирей. Так, все, я звоню в скорую и вызываю полицию. Нет. Никуда звонить не надо. Нет, надо. Саша! А что случилось? Да, в принципе, все в порядке. Только нашу Екатерину Петровну сейчас чуть не задушили. Мы пришли, а она тут валяется на полу. Ядрен батон. Катька, где у тебя телефон? Маня, ну я же сказала, не надо никому звонить. Надо. Маня. Так, а я что набираю? Сто двенадцать или ноль три или ноль два? Подождите. Вы знаете, действительно, наверное, сейчас не надо никому звонить. Можете мне помочь? Помочь? Может, плумнички. Ой, да отстань ты. Мне нужен мед, лимон и какой-нибудь травяной чай. А нет, чай есть. А вы кто? Меня зовут Алекс, а вы мне обещали мед и лимон. Я? Вот мед. Спасибо. И лимон. Можно еще маленькую ложечку? Можно. А вы откуда взялись-то? У вас есть еще какой-нибудь алкоголь? Виски подойдет? Вполне. Я работаю в издательском доме Лиана. Да? Интересно. Давно? Давно. Три дня. А что у вас здесь произошло? Я сама не понимаю, Катя была в плохом настроении, она мне позвонила, и я приехала ее поддержать. Просто сегодня в издательстве произошла ужасающая сцена. Володя Береговой, он кричал от того, что Катя его уволила. Ну, в общем, вы меня понимаете? Понимаю. Да, и я побежала за шампанским, а Катюша позвонила Сашке, и Саша приехал, и мы вот пришли. И вместе? Нет, мы встретились во дворе, а когда зашли в квартиру, Катя была на полу почти без сознания. Ну, почти или без сознания. Возьмите. Спасибо. Я уверена, что она была без сознания. Сначала, когда мы поднялись, она уже сидела на полу. А как вы вошли? Она сама открыла? Ну, как она сама открыла? Дверь была не заперта. Спасибо. А сумка ваша? Что? Сумка. Нет, это Катина сумка. А как вас зовут? Маня. Маня. Да что это вы мне тут задаете? Какие-то вопросы, как будто это я на допросе. Вы вместо того, чтобы разговаривать, лучше бы звонили в полицию. Нет-нет, Маня, не надо в полицию звонить, они все равно ничем не помогут. А вот репутация издательства будет испорчена. Почему? Ну, согласитесь, издательство, в котором душ начальников, вряд ли вызовет у кого-нибудь доверие. Ну да, здесь я с вами соглашусь. А мне кажется, что я вас знаю. Вы писатель? Нет. Как же я теперь по улицам ходить буду? Слушай, я тебе электрошокер подарю. Такая забористая вещица, вообще ни один маньяк не сунется. Простите, а вы телефон где нашли? Нашла телефон, я под шкафом. Это кто? Бабка на место Веселовского определила. Откуда взялся? Мань, давай. Да не надо, Сань, сейчас с твоим питьем с… Извините, а чья эта перчатка? Моя. А вторая? Я не знаю. Ну, там, наверное… Я не понимаю. Я ничего решительного, ничего не понимаю. Сначала вот этот маньяк, потом меня чуть насмерть машина не сбила. Теперь этот Джевел Кунц. А какая машина? Так, Маня, никто тебя не сбивал. Ненормальный какой-то подвор уносился. Друзья мои, ну давайте деребнем за здоровье нашей драгоценной Екатерины Петровны. Так, нет, нет. Алекс, да? Да? Да-да, сейчас. А че я-то не… Дай сюда. Будь здоров, Катюша. Давай. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Мамуля! Сыночек. Привет, моя хорошая. Здравствуй. Привет. Здравствуй, мой дорогой. Ну, как ты? Му-му-му. Да я-то ничего. Как твоя ножка? Болит? Да все хорошо, мам. Вот тебе гостинцы. Володенька, да ничего мне не надо. Суп сам варил. Занимайся своими делами, зайка. Мамуля, ты очень хорошо выглядишь. Так отдыхаешь все время, лежу целыми днями. Ну, ничего. Скоро твоя курортная жизнь закончится. Сделаю тебе операцию. Вернешься домой. Так что лежи, расслабляйся, отдыхай, пока есть время. А заведующий что говорит? А чё говорит? Говорит, наблюдать будут. За динамикой какой-то следить. Ага. Ну, я с ним лично сейчас поговорю. А то пока эти айболиты зашили… Залочь. Что, мамуль? У тебя ничего не случилось? Да нет, ничего у меня не случилось. У тебя все в порядке? Ну да, все у меня чудесно. Устал просто очень. Владимир! Здрасте. Здравствуйте. Ну, не очень-то вы вежливы. Как вы меня нашли? Обижайте, я же детективы пишу. А если серьезно? Ну, если серьезно, есть у вас в отделе девушка Жанна. Она вас обожает. Вы в курсе? Так вот, я сказала ей, что у меня сломался компьютер. И никто его починить, кроме вас, не может, потому что я никому свои бесценные рукописи не доверяю. Ну вот, она растаяла и рассказала мне, что каждое утро вы приезжаете сюда. Как ваша мама, Володя. Спасибо. А я вам… Ой, Марина Покровская? Да. Здравствуйте. А можно попросить у вас автограф? Ну, конечно. У нас все девчонки зачитывают с вашими книжками. Очень приятно. Как вас зовут? Лена. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Володя! А когда выйдет ваш новый роман? Скоро, девушки, скоро. Ой, хорошо, что не уехали. Мне очень надо с вами поговорить. Понятно. Работу ищите. Что вам от меня нужно? Катю Митрофанову вчера вечером пытались убить. Что? В собственной квартире. Девочка моя, ну разве так можно? Надо было отлежаться. А есть ли осложнения? Ничего. Очень много работы и у меня, тем более, нет больничного. Глупости. С простудой надо лежать в постели. Тебе сейчас не больничный нужен, а чай с молоком, теплое одеяло и хорошая книга в руках. Я распоряжусь, чтобы тебя отвезли домой. Нет! Анна Иосифовна, я правда достаточно хорошо себя чувствую. Напрасно. Не люблю, когда дети болеют. Есть в этом что-то неправильное. Старики должны болеть. Катюша, а зачем ты уволила этого славного мальчика из электронного отдела? Я, конечно, ничего не утверждаю, но, на мой взгляд, совпадений предостаточно. Сначала она вас увольняет, потом этот жуткий скандал в кафе, а вечером ее душит. Я ее не душил. Да, но согласитесь, мотив-то у вас был и весьма серьезный мотив. Знаете что? Идите к черту! Выметайтесь из машины! Выметайтесь, выметайтесь! Я сама не пойду. Силой вытаскивайте. Слушайте, ну холодно же. С чего вы взяли, что Митрофанова причастна к убийству? Я ничего не знаю. Угу. Понятно. С вами все ясно. Ладно, довезите меня до метро. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Ты сделала массу непростительных ошибок. Во-первых, наказала ни в чем не повинного человека. Во-вторых, заставила его всех нас ненавидеть. И в-третьих, устроила скандал в издательстве. Да еще при посторонних. Посторонних? Ну да, там же был Веселовский. А разве он нам не посторонний? Катюша, ты знаешь наши принципы. Мы никогда и ни с кем не расстаемся врагами. Нам нужна безупречная репутация. Тебе придется все исправить. Как? Ну, во-первых, ты восстановишь мальчика на работе. Во-вторых, извинишься перед ним. И в-третьих, впредь подобные решения будешь всегда согласовывать только со мной. Вы кто? Я Шангирей. Мы договаривались с Мариной Алексеевной о встрече. Мариночки нет. Она меня ни о чем не предупреждала. Это Викуся. Моя несравненная тетушка. Здравствуйте. Салют. Разрешите? Проходите. Спасибо. Заходите, Алекс. Викуся! Проходите, проходите. Викуся! Ой, Манечка! Ну, что ж такое? Я ж тебя предупреждала, что придет человек. Ну, ты ж сказала, что его зовут Алекс, а не Шарпи. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Ты уже уходишь. Да-да-да. Вы знаете, мне нужно успеть до пяти в контору, в жилконтору. Вы смотрите на вешалку. Вы знаете, эта вешалка досталась мне от моей мамы. Я хотела ее выбросить, а Маня ни в какую. Такие вещи нельзя выбрасывать. Если б вы видели, в каком она была состоянии. Мы привезли ее из наших бараков на Ржевке. Вы помните тамошние бараки на Ржевке? Викусечка, отстань, пожалуйста, от человека. Никаких барак он не помнит. Проходите, пожалуйста. Проходите, не стесняйтесь. Послушай меня. Обязательно угости гостя кофе. Там хлеб и краковская колбаса. Без пропуска не пущу. Петр Михайлович, ну, дома забуду. Ну, ты ж меня в лицо знаешь. Я же сказал, без пропуска не пущу. Давай, давай, не стой на душе. Здорово, Михайлович. Привет, Володь. Мне бы начальник отдела кадров. Он в библиотеку пошел. Позовешь? Сам сходи. Да меня вроде как уволили. Ну, пропуск-то у тебя есть. Это прадедушкина квартира. Вам повезло. Не каждому удается жить в квартире прадеда. Да, мне бы и не удалось. Тут после революции всех уплотнили. Здесь коммуналка была душ на сорок. Ну, а потом, когда советской России понадобились аэропланы, то обратно всех разуплотнили. А при чем тут аэропланы? Прадедушка был авиаконструктор. Вот. Да? Он еще при царе начинал. Его после революции с дуру-то чуть не расстреляли, но потом, когда поняли, что самолеты сами-то не построятся, весь пролетариат выберли отсюда, а вот прадеда оставили. Позвольте, а как фамилия вашего прадеда? Поливанов. Как и моя. Правда, он за этим столом о самолетах думал, а я всякую фигню детективную пишу. Помогите, пожалуйста. Конечно. Спасибо. То есть вы не та, за кого себе выдаёте? Вы не Покровская Поливанова? Ну, почему же не та? Я, это я, автор второсортных детективных романов. Ну, почему же второсортных? Потому что все детективы второсортные, если бы я была настоящим писателем, то я бы написала Муму, а фамилия моя была бы Тургенев. Хотите колбасы? О, Павел Семёныч, здравствуйте, я вас ищу. А, береговой привет. Я так понимаю, я пропуск твой должен вам сдать? Должен. Только указаний пока не поступало. Каких указаний? Ну, чтобы изъять. Так что, не суетись, Володя. Вообще, эпидемия какая-то с этими пропусками. В смысле? Теряю. Подруга твоя, сердечная, Митрофанова, потеряла. Настя, секретарша Бабкина, тоже. Подождите, подождите, а Митрофанова когда пропуск твой теряла? Ну, когда? Недели две. А ты что, находил, что ли, Володь? А? Да нет, я просто спросил. Садитесь. А вы почему вчера к Катьке припрылись? Ну, нас-то она позвала. А вас? Поговорить хотел. Для этого я к вам пришел. Ну, говорите. Расскажите мне про Веселовского. Вспомнила бабушка первого ночи. А зачем он вам сдался? Вы с Лимоном будете? Да, спасибо. А правда, что его уволили после истории с Митрофановой? Ну, история так себе. Она любила его, а он родину. Вот и все. А подробнее? Ну, подробнее мне кажется, что Катя очень любила Веселовского. Или, может быть, принца ждала. Хоть какого-нибудь. Но вы знаете, как бывает? Не у всех получается. Понимаете? Понимаю. Ничего вы не понимаете. У вас же проще все у мальчиков, чем у девочек. Почему? Потому что… Потому что так принято считать. А вам что, не проще? Думаю, одинаково. Ну, у вас же девочка не может заставить сделать аборт? По-моему, никого нельзя заставить. Слушайте, бросьте. Вы что, никогда не попадали в зависимость от другого человека, что ли? А давайте я вам бутерброд сделаю. С колбасой. Спасибо. Просто, когда Вадим пришел к нам в издательство, Катя была на седьмом небе от счастья. Ну, закрутился роман, командировки, общие интересы. А потом был аборт. Да. Этот гад сказал Катюше, мол, рано еще нам. Еще только жизнь начинается. Вот. Ребеночка истребили, а оказалось, что от него другая-то дура тоже залетела параллельным курсом. Но только там-то малыш будет. А Анна Осиповна его по статье уволила? Нет, нет. Ну что, старуха скандалов не любит. Но волчий билет она ему обеспечила. Что значит волчий? Ну, пообещала, что в издательском бизнесе этот Ферг больше работы не будет. И обещание свое сдержала. А где он сейчас? В колбасе. Ну, в смысле, на колбасной фабрике. Он там в отделе маркетинга или в кадрах. Отвратительный, вонючий тип. Ой. А вы расследование, что ли, ведете? Ну. Нет, только не врите, что вы человек новый, пришли познакомиться с Катиными друзьями. Просто, просто Анна Осиповна попросила помочь. Помочь? Слушаю. Владимир, здравствуйте. Это... Екатерина Петровна Митрофанова. Я бы хотела с вами встретиться. Вы можете подъехать завтра в издательство. Мне с вами разговаривать не о чем. Я никуда не поеду. До свидания. Ана Осиповна получала письма с угрозами и попросила меня в этом и разобраться. А почему именно вас? Для меня это тоже загадка. Ну, и нарыли что-нибудь? Я думаю, что эти письма не имеют отношения к убийству. Анонимка – это такой своеобразный способ свести счеты. Можно? А, да, конечно. Он все равно не работает. Ему лет сто. А что касается сведения счетов, мне кажется, это такой бабский способ. Действительно бабский. Я даже как-то не подумал. Но мне кажется, в них есть что-то такое, что связывает их с убийством. И что же? А зачем ваша подруга уволила Берегового? Ну, я не знаю. В истерическом припадке, в помутнении рассудка. С ней такое бывает. Допустим. А зачем ее вообще хотели задушить? Кому она мешала? И что такого она могла знать? За что ее хотели убить? И почему она открыла дверь? И почему повернулась спиной к входящему? Да потому что она думала, что это мы с Сашей. А, то есть нападавший полагался на удачу. Откроет дверь с душу, не откроет – ну и ладно. Я такая смешливая. Вы не путайте меня. Я когда смеюсь, я не могу думать. А может быть, она открыла дверь знакомому, а теперь врет и говорит, что ждала только вас. А ей зачем врать-то? Ну, например, чтобы покрыть этого колбасного деятеля. Да ладно. И последнее. Если вы хотели убить, почему не убили? Кто-то спугнул. Или духу не хватило. Или вообще не хотели убивать. Слушайте, мне почему-то кажется, что я вас очень хорошо знаю. Это вряд ли. Нет. Вы сидели за длинным-длинным столом. У вас была совершенно очаровательная улыбка человека, который достиг нирваны. Я сказала, что-то не так. Нет, нет, что вы. Просто… просто мне пора. И так вас отнял много времени. И спасибо за чай, и колбасу. Так жалко, что вы уходите. Ну, ничего страшного, мы же завтра… Вы же будете в издательстве? Всенепременно буду. Да. До свидания. До свидания. Совершенно случайно у вас нету телефона Веселовского? Веселовского. Милый, ну ты где? Давай быстрее, мы же опаздываем. Да тут сумасшедшая какая-то. Пойдем быстрее. Владимир, это Митрофанова, если вы не хотите ехать в издательство, давайте я к вам сейчас приеду. Говорить куда? Пожалуйста. Добрый вечер. Здрасте. Володь, это к тебе. Здравствуйте. Сразу что-нибудь закажете? Воду, кофе. Надеюсь, он у вас вкусный. У нас очень вкусный кофе. Танечка, кофе просто классный. В общем, мне бы с вами поговорить. Я времени много не займу. Меня Дэн зовут. Дэн с туалетов. В журнале день сегодняшний работаю. Дослышали, наверное. А мы с Володькой тысячу лет дружим, ужинаем, вот. А вы, кстати, ужинать будете? Здесь мясо на гриле. Просто улет. Володь. Володь. Володя, скажи уже что-нибудь. Здравствуйте, Екатерина Петровна. О! Вы в издательстве работаете. Слушайте. Сдавали мы как-то с фотографом нашим, э, сапоговым, материал про этого писателя. Как его? Ну, Володь. Не знаю. Я с писателями не работаю. Ага. А вы, Екатерина Павловна? Петровна, писатели бывают разные. Владимир, мне бы с вами поговорить. Наедине. Да мы вроде уже разговаривали. Можете продолжать. У меня от друга секретов нет. Понял. Схожу в бар, возьму водички, а то, знаете ли, в горле что-то пересохло, да. А вы вот что, присаживайтесь, да. А то, как говорится, в ногах правды нет. Спасибо. Всегда пожалуйста. В общем, я бы не стала с вами возиться, если бы не Анна Иосифовна. Возиться? Ей вечно всех жалко, она всем хочет помочь. Короче, возвращайтесь на работу. До свидания. Подождите. Как это, возвращаетесь на работу? Да вот так. Ваш кофе. Друзья. Алло, Вадим? Да, слушаю. Простите, что так поздно. Меня зовут Александр Шангирей. Скажите, вы могли бы уделить мне завтра несколько минут? Насчет работы, я думаю, вам все ясно? Можете завтра выходить. Что у вас, голосом? Ничего, простыло. Екатерина Ивановна, а вы кофе-то пейте, а то Танечка варила, старалась. Петровна. Петровна. Пардон, у меня на отчество имена помню, а отчество… Я тогда вам нахамил. Ну, извините меня, я не хотел. Хотели, еще как хотели. Даже теперь не знаю, как мы будем с вами работать. Работать? Слушай, я же говорил, что все рассосется. Вы выбрали, что покушать? А мы выпьем. Вискаря. Да, Екатерина Васильевна. Или вы не пьете? Петровна. Тем более. Короче, три по сто виски и яблочный сок. А покушать? Надо говорить, есть. Покушать – это ужасно. Хорошо. Кусок мяса на гриле и побольше. Конечно. Кушать. То-то я думаю, что это мне сегодня все ухо режут. Я должна перед вами извиниться. Я дала Ане и Осипову ни слова. Она считает, что я вас уволила несправедливо. А вы как считаете? Это не имеет значения. Раз она так говорит, значит, так и есть. Извините, я ошиблась. Послушайте, неужели вы в самом деле думаете, что я намеренно выложил эти фотографии в сеть? Или мог это как-то проконтролировать? Ну, я не знаю. Мне тогда казалось, что я поступаю правильно. Вы допустили утечку информации. Это ударило по престижу и репутации издательства. А почему вы считаете, что всем плевать на репутацию и престиж? А то-то вам не плевать. Мне не плевать. Просто я не воплю об этом, так? Чтобы меня постоянно слышало начальство. А я, значит, воплю, да? Ну, показательные выступления вам иногда удаются. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Друзья, не будем ссориться. Екатерина Сергеевна. Петровна, я! Мир. Секреты, значит, приехали выведывать. Так нет никаких секретов. Здрасте. Здрасте. А вы еще по шее получите, что сюда приехали. Не любят в конторе нашего брата? В конторе? В издательстве. Завидуют, что кто-то, как я, вперед идет, а они загнивают. Как там вообще в нашем отчим доме? Старушку в богадельню еще не отправили? Правнучку? Первопечатника нашего Василия Федорова, а? Иван. А, простите. Не спросил, как вас зовут. Значит, Иван? Нет. Первопечатника звали Иван, а не Василий. А, ну и бог с ним. Ну, как вам? Нравится? Мои идеи. Все на одной. Привнес, так сказать, культуру в колбасу. А почему ушли из издательства? Свободу творчества зажимали? Зажимали. Зажимали. Да и зарплата здесь в два раза больше. Вот теперь бабка и бесится. От нее ж просто так никто не уходит. Вот она теперь ядом и сходит. Всем жизнь травит. А она вам отравила? Да бог с вами. Где она, где я? Так что вас конкретно интересует? А то, знаете, времени совсем нет, совещание за совещанием. Ой, господи, Фикуся. Доброе утро, моя родная. Опять всю ночь не спала? Да я бы так всю жизнь в Викуся не спала. Все писала бы и писала бы. Тоже мне, Маргарет Митчелл. А я роман закончила. Вот, теперь ляг и выспись. Нет, 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 нет. Я в издательство, меня там ждут. Подождет твоя Катя. А с чего ты взяла, что это Катя? О, какая ты. Слушай, а этот, как его, который к тебе вчера приходил, Шарпи, он кто у нас в издательстве? Не знаю, Алекс. Алекс? Мань, ты ничего себе опять не придумываешь. Придумываешь? Опять я себе все придумываю. Манечка. Глупость это все, Викуся. Пошли завтракать, завтракать. Чистить перышки. И в бой в окопах позавтракаю. Нет. Карету мне. Карету. Я встретил вас и все. А вы работали с авторами? Да. Работал. Да. С авторами. Если их так можно назвать. С Маней Покровской. Не читали? Нет. Ой. Со скуки помрете. Нет, ну серьезно. Зато само мнение, ах. Ей бы вагоны разгружать, а она в телевизор лезет. А кто ее в телевизор привел? Кто? Я? На коленях редакторов умолял. Она ж перед камерой двух слов связать не могла. Вы, кстати, с ней поосторожней. Она не та, за кого себя выдает. В каком-то смысле. Ну, так сказать, из себя все такую правильную строит. Святая такая вся. Со всеми дружит, всем помогает. Но при случае сожрет и не подавится. Мне так не показалось. Что вам показалось, не показалось. Вы там без году неделя. Уходите оттуда. Вот вы кто? Шангирей. Нет, вы редактор, пиарщик. Не пиарщик. Неважно. Вы поймите. Вам там делать ничего не дадут. Потому что решает все бабка. А она в маразме. Скольким хорошим авторам она отказала? Она отказывает талантам? Отказывает постоянно. У нас в отделе русской прозы Оленька есть. Она такие детективы пишет. Ах, мы ее бабки посылали по чужими фамилиями. Ни в какую. Свято место занято Покровской. Бланки ведомостей прихватите-то? Да, поняла. Мам! Ой. Ради бога, простите. Ничего страшного. Оленька, еще отчет по электронке не забудьте отправить. Хорошо, Анжела Викторовна. Спасибо. Спасибо. Оленька. Я занят. А, это вы что-то забыли? Один вопрос. Скажите, пожалуйста, детективы ваши Ольги вы посылали на электронный адрес, верно? Ну да, разумеется. А что? А на какой? Ну, на Бабкина, конечно. А в чем дело? Дело в том, что Анна Осевна не пользуется компьютером. Откуда вы узнали адрес? Откуда узнали, что он вообще, в принципе, существует? Ах, вот оно в чем дело. Так ты у нас, оказывается, засланный казачок, да? Так откуда? Пошел вон, Штирлиц недоделанный. Я тебя порву, как Тузик Грелку, понял? Задушу, как Отелло Дездемону. Отелло Дездемону заколол. Советую перечитать. Вали отсюда! Колбасных успехов! Дверь закрой! Здравствуйте, Маня! Здравствуйте! Приложите свой пропуск, а то этот Цербер меня до второго пришествия промаринует. Я не могу. Понятно. Ну и мужики, скандалы боитесь, что ли? Вас боюсь. Просто у меня пропуска нет, мне еще не дали. Ну и как вы тогда проходите? Насте звоню в приемную. А что сейчас не звоните? Думаю, вы своим поделитесь. Он у вас в заднем кармане. Достал. 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 Реально. М-м. Ой. Вечно засуну, потом найти не могу. Ой. А вот, нашла. Ну и слава Богу, хоть бы. Да. Хорошего дня. И вам тоже. Жанна, ты не знаешь, где у Володьки установочные диски лежат? Не знаю. Всем привет. О, Володька. Владимир Сергеевич! Вы вернулись. Да вроде того. А мы по вам так скучали, так скучали. Все приходят, спрашивают, где вы. А я верила, что вы вернетесь. Владимир, здравствуйте. Меня зовут Шангирей. Я звонил вам, помните? Можно вас на пару слов? Вас восстановили на работе, поздравляю. Скажите, а кто еще, кроме вас, знал, что Анна Осиповна пользуется интернетом? А почему, собственно, я должен… Кто-то из вашего отдела? Из моего никто. Интернетчиков со стороны нанимали. Да какого черта, в конце концов? Адрес и пароль регистрировали вы? Я. Послушайте. Кто еще знал адрес и пароль? Быстрее, Владимир. Это девушка Ольга из отдела русской прозы? Оля здесь абсолютно ни при чем. Эти фотографии просто глупость. Какие фотографии? Из-за которых меня уволили. Спасибо. Настюша, привет. О, здравствуйте, Марина Алексеевна. А я роман закончила. Поздравляю. А кто убийца? А я вот сейчас взяла тебе и сразу все рассказала бабуле у себя. Да она сейчас в город уехала, но скоро будет. Да? Тогда увидишь Митрофанову, скажи, что я у Саши в кабинете посижу, у него открыто. Ага. Книжки пойду почитаю. Дело хорошее. О школе для молодых девиц. Желательно сохранить у молодых девушек привычку краснить перед мужчиной. Хе-хе-хе-хе. Этот легкий румянец украшает их, а он может утратиться. Но румянец у меня наличествует. Так... Павел по процессу... Так... КОНЕЦ КОНЕЦ